Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 3 июня. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. 1 июня – день защиты детей. Чем запомнился праздник анапчанам и гостям курорта? Конкретные вопросы, прямые ответы. Мэр Анапы Сергей Сергеев настроен на эффективную работу. Сколько стоит уборка в заповеднику у Триш? Сигареты на конфеты. Меняли Анапчане во всемирный день без табака. Выпуск открывает новость минувших выходных. 1 июня в честь Дня защиты детей прошел праздничный концерт. Лауреатов и победители 4-го краевого фестиваля «Адрес детства Кубань» отметили дипломами. В числе награжденных наш коллега, сотрудник телерадиокомпании Анапа-регион Антон Чистяков. Подробнее о торжественной церемонии расскажет наш корреспондент Лариса Басова. Церемонию награждения дипломантов краевого фестиваля конкурса «Адрес детства Кубань» провела заместитель главы города Людмила Гузенко. В этот праздник мы приветствуем тех людей, взрослых, руководителей, преподавателей, всех тех, кто помогал нашим детям стать самыми лучшими, самыми талантливыми детьми в Краснодарском крае. Дипломами были награждены поэты, композиторы, музыканты, танцоры, вокалисты и коллективы Анапы. Примечательный факт, что дипломы 1-й, 2-й и 3-й степеней получили сельские округа. Абсолютный победитель – Первомайский сельский округ. Это говорит не только о том, что все дети талантливы. Многое зависит от того, сколько умения передают им педагоги и сколько сил отдают своей любимой профессии. Праздник детства – это самый удивительный праздник, потому как мы все были детьми, у нас много детей, поэтому это вечный праздник молодости, радости, смеха. И дай Бог нам всем быть детьми до последних наших дней. Радостно, что можно впасть в детство вот сегодня и сейчас. Это праздник Анапы, так как Анапа у нас город детства. Аниматоры и клоуны веселили маленьких детей. На сцену один за другим выходили коллективы юных танцоров и вокалистов. Настоящие маленькие артисты. У каждого из них есть порой забавная и непосредственная мечта. Я мечтаю заниматься танцами больше ничем. Я мечтала всегда поехать в Лондон. Ну, мне хотелось увидеть что-то интересное. Выступить на какой-нибудь большой сцене. Стать хореографом. Я мечтаю стать учителем пятого класса. Очень люблю готовить. Верно стать самыми известными. Хочу, чтобы я стала художником. Я хочу, чтобы я стала врачом. Я хочу, чтобы я стала болезнью. Я бы хотела поехать на Гавайи. Там большие волны и можно серфингом заниматься. Остается пожелать, чтобы все их мечты исполнились. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. К другим темам. Прямые ответы на конкретные вопросы. С такой формулировки мэр Анапы Сергей Сергеев начал планерное совещание. Красивые отчеты и абстрактные цифры не устраивают главу города-курорта. Решать проблемы и узнавать, как работают главы сельских округов, Сергей Сергеев намерен на месте. Очередная выездная планерка прошла в селе Суко. Первый объект проверки – начало стройки нового детского сада. Пока заливают фундаменты нижние блоки. На выезде из города в новом районе. Для Анапы события. Новые здания дошкольных учреждений не строили более 20 лет. Сергей Сергеев настоятельно порекомендовал работать в три смены, привлекать больше техники, чтобы успеть вовремя сдать здание в эксплуатацию. И подчеркнул, говорит о реальных делах и сроках. Еще в одном детском садике номер 31 в Суково-Лакита с документами. Решить проблемы можно за неделю и не вынуждать педагогов и заведующую садом становиться специалистами широкого профиля. Мэр Сергеев против бюрократии, направленной против людей. Я заведующая детским садом. Вы кто по образованию? Педагог. Педагог, да? А вообще вас учили чего? Детей воспитывать? Детей воспитывать. Учить, да? А учили как в кадастре? Межевые работы проводить? Когда вы учились? А вы что заканчиваете? У меня в мировой саду. В мировой саду. Хорошая. А у меня к вам вопрос. Зачем у нас в управлении образованием? Вот для каких целей? Расскажите, чтобы заведующая, вместо того, чтобы обустраивать детский сад, заниматься воспитанием детей, занималась кадастрами и живыми работами. Пасмурно ливень, но комиссия вышла на пляж не отдыхать. В планах проверка достояния курорта. Галичный пляж Долины Суко. Мэр Анапы Сергей Сергеев о санитарном состоянии пляжа отозвался однозначно и односложно. Позор. Если в таком состоянии будет пляж, то его у вас не будет. Я дальше и ходить не хочу. Ну так зима была. Ну, за неделю правил. Это не пляж, это позоришься. Ответственный за эксплуатацию прибрежной зоны отдыха не смог ответить ни на один вопрос мэра. За стройными красивыми обещаниями пока ни одного конкретного действия, только проекты. Не суждено сбыться и некоторым проектам федерального детского центра смена. Огородить пляж забором. Мэр поставил задачу оставить все как есть. Забора не было и не будет. Конкретных действий ждут от начальника управления по физкультуре и спорту Андрея Скилкова. Это как писать на заборе «нет наркотикам» и вести учет наркоманов, отметил на планерке глава города-курорта и призвал всех разговаривать на одном языке. Если заниматься развитием массового спорта, то работать в этом направлении, а не писать отчеты. Приятное событие на планерке в Анапе и в крае. Анапчанин Олег Чен привез золотую медаль с чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Спортсмен выступал в составе сборной России. Впервые в истории курорта Анапчанин добился настолько высокого результата. Отчет о выполненной работе и планы на неделю. Вице-мэр Юрий Поляков поручил проверить, как продают алкоголь в торговых точках, навести порядок на закрепленных улицах, на особом контроле улицы Горького и Гребенская. До 5 июня коммунальщики покрасят бордюры на Пионерском проспекте, всего 25 километров. О том, что уже сделано, приятно говорить и слушать. По наказам избирателей Субсехского сельского округа Ципанной дороги, проведен водопровод на улице Заводской в Варваровке, в просторном ремонтируют амбулаторию и спортзал. Еще 14 человек смогут принять в детском саду номер 34 после капремонта. Его планируют завершить в сентябре. А с графиками отключения и подачи воды в Субсехе Сергей Сергеев порекомендовал расстаться навсегда. Такое просто недопустимо. Водоканалу придется в срочном порядке разработать механизм, чтобы вода в Субсех поступала в нормальном режиме. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Главное условие идеального отдыха, безопасность и чистота. В последний день весны серебряные волонтеры вышли на субботник в заповедник Утриш. Активисты убирали мусор на прибрежной территории. Наш корреспондент узнал, зачем женщинам в возрасте такая грязная работа. И сколько стоит уборка заповедника. Подробности в сюжете. Серебряные волонтеры работают как в анекдоте с 9 утра. И пока пакеты для мусора не закончатся, к обеду чистых пакетов не осталось. Пластиковый мусор, бутылки, целлофан, кусочки пенопласта, окурки. То есть мы идем, подбираем даже самый мелкий мусор. Вот то, что в общем-то выбросило, видимо, море или оставили люди. Когда говорят, мусора немерено, понятно много. Точные подсчеты впечатляют больше. В прошлом году вывезено более 100 кубических метров твердых бытовых отходов. В этом году уже 20 кубометров вывезено. Мы специально приобрели лодку для того, чтобы вывозить мусор. В пересчете на деньги с начала года из Утреша вывезли мусор на 71 тысячу рублей. Это 6 130 мешков, в каждом по 10-15 килограмм. Задача усложняется. По заповеднику проходит общая дорога, и основной мусор остается как раз на ней. Чистить и убирать некому. Помогают волонтеры. Мы представляем волонтеров серебряного возраста, которые готовятся к Олимпиаде. И вот хотим что-то для своего любимого города сделать вот такое доброе дело. И вот сегодня мы посвящаем это государственному заповеднику Большой Утреш. Работают бесплатно люди в возрасте. Пенсионеры поднимают мусор, оставленный молодежными компаниями. Люди. Мы же люди. Поэтому мы должны думать, что мы оставляем после собой нашим детям и внукам. Серебряный возраст волонтеров в паспортах и документах. На деле такому энтузиазму молодые завидуют. Мы волонтеры. Наш девиз. Волонтеры серебро дарят утришу добро. Торжественное посвящение в друзья заповедника – зеленый шарф на шее. Взрослые люди радуются обряду искренне. Настоящие эмоции настоящих людей. Ведь только человек может убрать мусор за собой и за другими, не человеками. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Всемирный день без табака. 31 мая волонтеры предлагали анапчанам и гостям курорта отказаться от вредной привычки прямо на театральной площади. Меняли сигареты на конфеты. Оказалось, что не все анапчане готовы бросить курить ради конфет. И не все рады новому закону об ограничении курения. С подробностями наш корреспондент Наталья Пухальская. Минздрав предупреждает всех курильщиков. Курение вызывает опасные заболевания. Но мало кто знает, что люди, которые курят, чаще в лесе теряют путь и слепо. А чего стоит один запах дыма? И сигареты в удовольствии есть тяжелые. Пачка сигарет в среднем от 30 до 80 рублей. Элитные дороже. Еще дороже. Никотиновая зависимость стала летом. С 1 июня вступил в силу закона курения. Теперь запрещено курить в госучреждениях, вузах, школах и больницах. Свободные от курения зоны на стадионах, кафе и ресторанах. Пропустить перекур придется в поездах и на вокзалах. Курилки останутся только на предприятиях и в офисах на усмотрении руководства. Отказаться от курения на общаных гостей курорта призывали волонтеры. Меняли сигареты на конфеты. Прошло 5 минут, а у нас уже 3 сигареты. Люди чаще скрывают вредную привычку. Увидев видеокамеру, смущаются. Неудобно рассказывать всему городу, что курят. Признались в табачной зависимости самые смелые. И поменяли сигареты на конфеты. Спустя 10 минут у нас 2 пачки. Волонтеры меняют сигареты 2 раза в год. 31 мая во Всемирный день без табака раздают конфеты. И в 3-й четверг ноября меняют табак на мандарины. Сегодня Всемирный день отказа от курения. Управление по делам молодежи в рамках программы «Антинарка» проводит вот такую замечательную акцию «Меняем сигарету на конфету». Очень вкусные сегодня конфетки раздают. С конфетами информация о вреде курения молодые активисты уверены. Если даже один курильщик откажется от сигарет в день акции, это будет большая победа. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. В Латвии также рассматривают проблему ограничения курения и готовят проект закона, приравнивающий курение при детях к физическому насилию. Вот такая забота о детях. А мы продолжаем выпуск новостями из Анапы. В первый день лета на ярмарке привозят. Для маленьких анапчан приготовились сюрпризы. Наша съемочная группа побывала на празднике. Беспроигрышный конкурс обычно проводят для взрослых. 1 июня в День защиты детей участвовали все. Ярмарка это прежде всего ассоциация с праздником. И сегодня мы проводим здесь, так как этот праздник посвящен защите детей, именно сладкий праздник, фестиваль меда. Не просто сладкие, полезные призы и подарки получили самые умные, отгадав все ответы на вопросы викторины. Пока маленькие гости отгадывали, взрослые дегустировали мед и ждали розыгрыш основных призов. Анапчане знают, сложилась традиция проводить праздники на ярмарке привозе накануне основных календарных праздников. На Кубани проходит акция «Стоп бомбила» по соблюдению закона перевозок пассажирскими такси. Марши протеста прошли в Геленджике, Туапсе и Сочи. Активисты Анапы подхватили эстафету акций. Активисты молодой гвардии находят места стоянок незаконных такси и крепят на лобовое стекло предупреждающую наклейку со словами «Это такси нелегальное». В Анапе официальное разрешение на перевозки к началу сезона получили почти 500 водителей такси. Узнать их несложно. По шашечкам, логотипу фирмы и по информации в салоне, имя и фамилия водителя, телефон организации, в которых таксист зарегистрирован. Если этой информации отсутствует, лучше подумать о собственной безопасности и выбрать другой транспорт. Мы решили поддержать администрацию краевую и выступить со знаком протеста, принять участие в акции «Стоп-бомбила», которая будет проходить на территории нашего города регулярно, чтобы избежать нелегальных перевозок граждан. На сегодня это все новости. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Во вторник, 4 июня, в Анапе пасмурно, временами небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 18 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21. Вечером еще на 1 градус теплее. Ветер юго-западный, порывистый, до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы плюс 20 градусов. Далее блок «Полезная информация» от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.